Бам-бара-бам-бара-бам-бара-бам-бара-бам-бара-бам! Привет, друзья, я Фикса, и добро пожаловать на новую битву строителей в Майнкрафте, которую вы так давно ждали! И сегодня против меня Гречин. А где я? Ты сейчас будешь в небесах. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это та самая рубрика, где мы соревнуемся в нашем профессиональном строительном скилле, где всё честно и нету ничего... Ммм, кроме читов. Которые, как обычно, у моих оппонентов, потому что они непонятно, каким образом строят офигенные постройки. У меня, а также у моего противника, будет своя зона для постройки. При помощи раздатчика мы на удачу выбираем постройку, которую будем строить. И сегодня у нас непростой выпуск, а в конце этого ролика тебя будет ждать сюрприз. И вас тоже, потому что мы будем с тобой строить кое-что особенное. Возможно, вы уже догадались, что именно. Но Гречин ещё не подозревает. А также, Гречин, сегодня мы с тобой играем на 25 тысяч рублей. Победитель сегодняшней битвы получит 25 тысяч рублей. А судить в комментариях будете именно вы. Поэтому пишите в комментариях, чья постройка оказалась лучше. Это всё мне? Это всё мне? А ещё сегодня кое-что у нас другое, потому что мы будем стрелять из лука, чтобы узнать, что мы будем с тобой строить. Давай на камень, ножницы, бумага узнаем, кто из нас будет первый стрелять. Давай. Куда ты исчез? Я перепутал. На счёт три. Камень, ножницы, бумага. Да так нечестно, ты позднее меня это написал. Так как бы я за одну миллисекунду успел бы написать целое слово бумагой. Тут целых шесть букв. Я столько не знаю. Ну ладно, ладно, ладно. Так уж и вы. Всё, бери лук и давай стреляй. Будем узнавать с тобой, что будем строить. Давай, давай, давай. Опа, опа, опа. Так, нацелился. Попал? Нет, не попал. Давай, ещё одна попытка. Давай. Да что ж ты такой кривой, а? Ну, Гречин, ну ё-моё. Да это кто здесь профессиональный проходитель Майнкрафта? Да, у тебя получилось. И строим мы с тобой полосу препятствий. А я тебе не верю, а ты мне покажи. Я серьёзно говорю, полосу препятствий. Отдай. Я серьёзно говорю, полосу препятствий. Отдай. Я говорю, всё серьёзно, полосу препятствий. Ну, короче, всё. Давай, всё, поехали. Строим полосу препятствий. Да не, нифига я не жулик, нормально всё. Ладно, погнали. Вот она, землюшка моя родная. Ядрён батон. Сейчас я такую полосу зарабаху. Сейчас узнаем, сейчас узнаем. Ну что же, начинаем на счёт три. Раз, два, три. Поехали. Друзья, у меня вышел долгожданный трек «Моя жизнь, моё шоу», про который я очень долго вам рассказывал. Будь мы как дети, я сам. Моя жизнь, моё шоу. Много день, я сам. Новый бедный, я сам. А продолжение слушайте на всех площадках. Ссылка есть в описании. Заходите, слушайте и поддерживайте мой трек. А 16 числа, 16 ноября, выйдет клип на эту песню. Поэтому переходите по ссылке в описании прямо сейчас и слушайте этот трек. На всё про всё у нас будет 10 минут на каждую постройку. И не переживайте, мы всё с вами прекрасно успеем. Друзья, не забудьте поставить лайк на это видео, если вы ждали новую битву строителей. И напоминаю, набираем 100 тысяч лайков, мы выпускаем новую часть битвы строителей. Поэтому всё зависит от вас. А пока что мы подходим к нашему сундучку и видим здесь различные непонятные инструменты для наших построек. Возьмём, например, первую. Я думал, вы все прекрасно помните, что это за моц, чем его едят и для чего он нам нужен. При помощи этих непонятных механизмов мы будем с вами делать самую настоящую, профессиональную полосу препятствий. А также мне понадобится творческий мотор для всего этого дела, чтобы всё было красиво. Так, получается у нас вот такая вот с вами территория, небольшая, и её мы с вами, ребятки, заполним лавой. Ну что же, план мой такой. Смотрите, здесь есть вот такой вот вентилятор в корпусе. И вот таким вот образом он работает. Это самый настоящий вентилятор, который сдувает, например, как вот этого вот попугайчика. Бедный попугайчик, не надо, пожалуйста. Нееет! Он может как всасывать, так и высасывать. Поэтому мы его ставим, активируем при помощи творческого нашего мотора и проверяем. Он реально, он реально! Механический маг воздуха, он сдувает нас! Так, окей, а что если усилить мощность например, то... Обалдеть! Он может невероятно сильно это делать! Так, например, мы с вами пытаемся пойти и нас сдувать моментально. То есть никаким образом я попасть вот сюда вот не могу. Хотя, если только перепрыгну, да? Да, только если перепрыгну. Поэтому мы можем сделать даже вот так. Поставить два вентилятора сюда. Запустить их. Так, и теперь попробуем перепрыгнуть и... Нет, вообще никак не получается. Отлично! Ребята, учитесь механизмом, пока я жив! Кто ж еще вас научит таким механизмом? Так, стоп, а что если сделать вот так? Например, поставить сюда еще один вентилятор, активировать его и... Я не знаю, что сейчас произойдет, я надеюсь, ничего не взорвется! Да, ну, в общем-то, суть вы поняли. И получается у нас вот такая с вами красота. Вот тут я немного накосячил, но это я потом исправлю. Но это не самое главное. Вот тут я сделал такой небольшой паркурчик, ребятки. А тут у нас снизу будет лава, но это не самое главное. А также у нас есть механический вращатель. Эта штука позволяет ломать физику блока в Майнкрафте. Короче, это все нутятина, вы это уже видели уже тысячу раз. Давайте я вам просто покажу, что у нас получается в итоге. Мы с вами вот здесь вот проведем небольшую тропинку. Фиксай побежит, подумает. Ядрен батон, как все легко и просто. Вот так вот побежит. Ой, я что-то тупанул немножко, кстати. Вот так вот сделаем. Хоба. И вот он побежит, 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 побежит. И хоба, в лаву упадет. Легчайше для величайших, ребят, будет. Ух, у меня получилось! У меня получилось великолепно! Смотрите, что я тут уже настроил и успел наделать. Итак, здесь я буду делать при помощи сборщика вагонеток одну прикольную штуку, которая будет вертеться туда-сюда обратно. А здесь потихонечку моя полоса препятствий начинает работать. Смотрите, что я сделал. Такую твертящуюся фигню, на которую ты можешь становиться. И вовремя нужно будет спрыгнуть дальше. А пока ты прыгаешь, тут крутится вентилятор и нужно успеть дальше пойти. Короче, вау, что настроим? Гречен 100% не сможет ее пройти и офигеет. И вот по итогу посмотрите на мое чудо! Ха-ха, как это классно! Ладно, пока что вам все показывать не буду. Тогда просто дождемся окончания времени и посмотрим, как Гречен будет проходить мое творение. Но я прям реально постарался, это прям безумно круто. Самое интересное, что Гречен не знает о существовании этого мода, поэтому в любом случае его постройки будут хуже. Хе-хе. В этом и заключается троллинг сломанным модом. О, все! Время, кажись, вышло! Итак, получается, мы сделаем вот здесь вот такую вот колонну и по сути... Гречен! А-а-а! Ты что кричишь там, а? Не успел сделать, да, наверняка ничего? Ты меня напугал, ты меня напугал! Я все, я все закончил. У меня получилась нереальная ловушка, которую ты не сможешь пройти. А-а-а, ну да, ну ладно, хорошо. Сколько ставишь? И что ставишь на то, что я не смогу пройти? Я ставлю стак алмазов. Ставлю стак алмазов. Окей, окей, хорошо, хорошо, хорошо. Ага. А сможешь ли ты пройти мою ловушку? Легчайшая, конечно. А ты ставишь свой стак алмазов? Да вообще без проблем, Гречен, легко и просто. Давай, у нас будут по три попытки для того, чтобы пройти полосы препятствий друг друга. Давай, а кто будет первый? Давай, я начну, пожалуй, первый. Я как раз заряжен, прям заряжен, чтобы проверить и посмотреть, что там построил. Ну давай, давай, попробуй. Раз, два, три. Ты где? Ого! Ты что тут настроил? Это такой небольшой механизм, это таймер, но я тебе не буду рассказывать в принципе, а то все легко будет. Абалдеть, это что? Ладно, хорошо, окей, окей. Так, все, значит, захожу в режим выживания. Офигеть, ты что настроил тут? Что тут, Гречен? Это полосна препятствий, фиксай. Давай, если ты будешь падать, я в тебя буду стрелять. Я тогда начинаю сюда, сюда, сюда легко и просто. Так, куда дальше? Как понимаю, сюда, да, как понимаю, да? Так. Да, да, да. Э, ты что стреляешь так нечестно? Это не входило в планы вообще. Да я все равно попасть не могу. Так, ну тут задержка в принципе небольшая. Да ты офигел? Я попал. Это не честно, у меня теперь моя стрела, а у тебя знаешь где? А-а-а-а! Гречен? Что? Я же не стрелял, ты сам просто разговаривать тачил и упал. Так, окей, попытка номер два. Давай, давай, давай. Я пройду, я пройду, я пройду твои ловушки, я пройду твои лов... Да нет, что? Почему? Она последняя намного быстрее, чем остальные прошлые. А ты думал, все так просто будет? Давай, последняя попытка, последняя попытка, мой дорогой друг. Эй, а ты куда? Давай заново, заново начинай. Ты куда перелетел? Умный нашелся. Я думал, ты не увидишь. Так, хорошо, хорошо. Слушай, неплохая у тебя полоса препятствий. Я тебе так хочу сказать, нужно подугадать... Серьезно? Ну просто серьезно? Я не смог пройти? Да ладно? Ну как говорится это, поспешишь, людей насмешишь. Ладно, в любом случае я хочу посмотреть, что у тебя тут еще есть. Значит, тут такая вот штука... Слушай, она достойная... А как? Подожди, да это невозможно, она слишком быстрая. А, нет, возможно. Все возможно, все возможно, я все проверял. И тут еще вот так, и все, ну все, видишь, я на финише какие договаривались. Типа, я прошел твою ловушку, легко я просто было. Ты до этого три раза проиграл, гони мой стак алмазов. Слушай, ладненько, ладно, ладно, так уж и быть, я отдам тебе все свои алмазы, которые у меня есть. Вот, держи, вот они. Бесплатно, то есть платить не нужно. Не нужно, ни в коем случае. Погнали, готовы видеть мою полосу препятствий? Конечно, сам. Закрывай глаза, закрывай глаза, закрывай глаза. Я закрыл, веди меня за ручку. Давай, 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 за ручку, за ручку, так взял тебя и повел, повел, повел. Можно открывать, можно открывать. Да, у тебя идеальный вид уже, у тебя уже идеальный вид открывается. Это стена! Ай, шалеть. Подожди, а здесь что? А здесь! Чего? Сейчас, подожди, я с пола челюсть подберу. Вот, если что, старт, Гречен. Ну что, ты там говорил, что пройдешь, да, мою ловушечку? А ты как это сделал? А это, 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 это новая технология Майнкрафта, простите меня, смотрите, видите? Я физику Майнкрафта сломал, ну там сам понимаешь, геометрия, алгебра и все остальное там годами не по годам умен. Я на физмате учусь, там даже такого мы не изучаем. Ой, на плохом физмате, значит, ты учишься, Гречен. Давай я тебе покажу настоящий физмат. Поехал, сурвавил и пошел проходить. Вот блин. Хе-хе-хе, давай, давай. На тебе! Не-не-не, мне даже эти стрелы не понадобятся. Давай, Гречен. Три попытки. Так, молодец. А дальше куда? Сюда, сюда, сюда тебе. Так, я тебе дам подсказку, да, вот сюда, вот надо тебе. Давай, давай, ты справишься, ты сможешь. Купа! Молодец, молодец. Так, а теперь вот сюда, ну вот эту штучку, да? Наверное, да. Она куда? Нет, тебе в лаву надо, Гречен, 100% в лаву. Ты меня давай, не путай. А-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха! Минус одна попытка. Гречен решил поплавать в лаве, как обидно, как грустно. Фиксай. Ну ладно, если я не буду смехаться, давай, проходи. Я твой лук-батун топтал. А я топтал, синий василёк, понял? А-а-а! Давай, давай, давай. Хорош. Хорош. Давай, Гречен, давай, давай. Молодец. Пошёл, 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 дело, пошёл, дело. Давай, давай, давай. Ай, тут ветер! А почему так? А зачем оно дует? Он говорит, там ветер. Ха-ха-ха-ха-ха. А что там за вентиляторы? Нет, только не ветер. А вот такие вот вентиляторы, Гречен. Там сопротивление нужно находить. Давай, Гречен, у тебя последняя попытка. Иначе все шесть-четыре алмаза будут моими. Подожди, 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 я думаю. Тут думать не надо, Гречен, тут надо действовать. Ну это да, думать у меня плохо получается. Определённо согласен с этим вердиктом. Давай, 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 прыгай, раз, два, три! Да погоди ты, не мешай. Да тебя весь мир ждёт, уже смотрит на тебя, поехал! Да ты, зараза, ты маленький дурачок, я тебя знаю, что с тобой делал. Ха-ха-ха-ха-ха. И что ты, я тебя шашлык жарил, да? Я тебя любил, фиксай, а ты, ты меня предал. Ты разбил моё сердце, понимаешь? Ам-ням, грустный ам-ням. А, тут на шифте можно было всё это время. А, ну даже на шифте меня двигает. Вот так, вот дальше. Молодец, Гречен, давай, давай, давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорош. Опа! Всё, молодец. И вот так вот, иди! А, блин, ты в кряфте и бог хотел тебя скинуть. Всё, Гречен, друзья, оценивайте в комментариях, чья ловушка была намного лучше, а мы переходим к следующей постройке. Летс гоу! Итак, Гречин, раунд номер два. Настало время мне проверить, что выпадет оттуда. О, каким же странным образом я попал. Ну, хорошо ты попал. Знаешь, что мы строим? Да. Банан. Какой банан? Ладно, я пошел, мы строим корабль, погнали. А, да, все, тогда... О, так это же вообще легко и просто, погнали. Отчет пошел, а мы готовы. Я, кстати говоря, поменял микрофон, поэтому если меня немножко по-другому слышно, тогда вы теперь будете понимать, почему меня по-другому слышно. И напишите в комментариях, какой микрофон лучше. В первом раунде или же во втором раунде. Для корабля нам, думаю, понадобятся вот такие вот инструменты. Красное сидение не просто так, ведь мы строим настоящий корабль, который будет реально передвигаться. И при помощи сидения мы как раз-таки сможем сидеть на этом корабле. Я вам уже показывал, как это работает. Все делается через железнодорожную станцию. То есть мы делаем железнодорожный вот такой вот путь. Да, не удивляйтесь, потому что наш корабль будет путешествовать по железной дороге. Но железная дорога будет находиться внизу моря, поэтому все должно быть замечательно, все должно быть шикарно. И все, ребятки, механизм готов. Но пока что я запускать его не буду, потому что это должен выйти фикса. Если я его запущу, то все, мы пойдем вон в ту стену и все. Неприятная ситуация выйдет. Делаем вот такой вот гигантский путь из железной дороги. Здесь обозначаем железную станцию вот сюда вот вперед, а на обратной стороне делаем вот сюда вот другую сторону. В целом я это все вам показывал в предыдущих битвах строителей, поэтому если вы не помнили и не знали, как это делается, зато смотрите предыдущий ролик, а мы с вами переходим уже к кораблю. Ну что ж, по сути, я все построил, у меня, по сути, все готово, так что пока мы ждем фиксая, мы с вами, ребятки, можем взять удочку, ну и порыбачить, пока фиксая ждем. Он там 100% еще 300 лет будет там что-то делать, работать, строить. А у меня все просто, ребятки, все гениально, на самом деле просто. Быть умным очень легко, для этого просто надо быть умным, вы что, ребят, совсем что ли? Ничего не понимаете. Аааа, думали то, что уже будет корабль, то, что думали, что я покажу его уже? Не-не-не-не-не, не так быстро, господа. Итак, я решил прокопаться под землей, и причем Гречин там что-то тоже копался. Только не говорите, что он видел, что я здесь строю, потому что вот эта вот сторона, это уже сторона Гречина. Интересненько, что он там удумал. Я все это построил снова, вот эта железная дорога. От нее у нас идет вот такая вот невидимая стеклянная панель на самый-самый-самый-самый верх. Мы поднимаемся еще выше, здесь стеклянная панель продолжает идти, и она доходит прямиком до нашего кораблика. А вот и вот наш самый-тот самый корабль. На самом деле, вот так с одной стороны посмотришь, ну вообще ничего этого странного нету. Ну корабль, как корабль в Майнкрафте. Но если мы за него вот сюда вот сядем, то мы сможем управлять нашим кораблем. Вау! Как же это безумно круто! Смотрите, я плыву! Я реально плыву на корабле! Это офигенно! Это просто офигенно! Ребята, как же это круто! Гречин просто в мозг у него взорвется, когда он увидит это. Это безумие. Это просто безумие! Ведь ничего под низом нету, вообще ничего! Это круто! Это безумно круто! Итак, прибываем на нашу станцию. Всё, мы прибыли. Мы пришвартовали наш корабль. Это на самом деле была достаточно лёгкая постройка. Но я думаю, Гречин она удивит. Я думаю, что вас тоже удивило. Казалось бы, при чём здесь рельсы и вода? Ну вот так вот оно работает. Магия! Мэджик! Два! Один! Ту-дун-ту-дун! Мой любимый звук! Гречин! Ай, ядрён батон, фиксай, привет! Что-то я тебя быстро ждал. Здорово! Тот очень мало ждал. Слушай, я вижу, что ты уже здесь всё тоже морем залил. Подчистил нашу бодроковую стену немножко. Всё в воде вообще. То есть ты готов показывать свой корабль, да? Конечно, сэр. Ой-ой-ой, я уже, кажется, заспойлерил себе, что у тебя там есть. Но давай сначала ты посмотришь на мой корабль в этот раз. Ой, ну давай показывай, что ты там постро... Подожди, ты просто лодочку построил. Такую красивенькую, красивенькую, но... Она же у тебя даже не плавает. Грустный ням-ням. Ну, не плавает так не плавает, Гречен, ладенько. Ты тогда это, ну, с виду посмотри, хорошо? Вижу, подожди, а как у тебя тут в трюм спуститься? Где ты, ну, будешь там награбленная, там, своими пиратскими действиями... Ядрён батон, это каким образом? Подожди, это как? Это что? Это куда? Это, 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 это зачем? Это Гречен называется, ну, лодочка. Обычная лодочка, ничем не примечательная, да? То есть обычная лодочка, да? Да-да-да, обычная лодочка, которая плывёт... Ничего необычного, да? Ничего, я думаю, тебе хватило, Гречен, вот это вот, мои лодки. Давай пойдём посмотрим, что ты там приготовил? Подожди, а можно я по рулю? Да, конечно, вот, сади, садись, садись. Опа-опа-опа, сейчас, дрифт, 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 а как поворачивать? Как поворачивать? Давай-давай-давай, просто вперёд, просто вперёд. Досимироли. Бочком наваливаю, бочком наваливаю, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорош, просто хорош, лучше, просто лучший. Молодец. Опа, опа, опа. Не, мне нравится, хорошая лодочка. Ну что же, давай теперь посмотрим, что за ты там приготовил нам интересненькое. Ну, если честно, мне уже даже как-то стыдно показывать. Ну, у меня такая, обычно такая неказистая лодочка. Но зато смотри, какой я механизм для неё сделал. Ладно, всё, я закрыл глаза, я вылетаю, я уже могу открывать? Конечно, сэр. Давай, раз, два, три. Опа, смотри, что это такое. И это ты называешь лодкой, а где, а куда садиться? Вот сюда садишься, а потом мы с тобой запустим небольшой механизм. Ладно, давай, удиви меня. Так, смотри, садись, давай, усаживайся, поудобнее. Потом мы делаем вот так вот, хоба. Хоба, и чё? Раз, два, три, фиксай. Ну что, ты готов к отплавлению? Хоба! Поплыли, поплыли, поплыли. И чё дальше? А дальше она сломала. Ладно, ладно, ну ничего страшного, Греч. Я понимаю, вот такие вот механизмы всегда очень сложно проверять, потому что один раз запустил, и всё, она уплыла куда-нибудь 10 тысяч лет, и на 10 тысяч лет вперёд, и всё. Ничего страшного, Греч, не расстраивайся, не делай грустный ням-ням. Ам-ням. Я хочу процедировать одного великого писателя. Давай. И 2000 лет под водой не так прекрасно, как этот штиль. Погнали дальше. Эй-эй-эй, фиксай, отойди от кнопки, теперь моя очередь. Отойди в сторону, в сторону, на километр отойди, пожалуйста. Хорошо, хорошо, всё, на километр отошёл. Итак, Греч, третий раунд, смотрим, что нам выпадает. Давай, так, удочкой, удочкой. Опа. Ха-ха, хорош. Опа, сработало. Так, знаешь, что мы с тобой строим? Что? Ловушку. Ловушка. Ну по ловушкам я спец, Греч, я ещё какой спец по ловушечкам. Это я спец вообще-то, я тебя так уделаю, ты потом плакать будешь, понимаешь, о чём я. Да-да-да, давай иди с моей стороны, это моя сторона. А, это твоя. Прости, пожалуйста, я ухожу. Давай-давай, иди. Итак, таймер на счёт три. One, two, three. И снова у нас 10 минут. Так, я уже кое-что придумал. Нашу ловушечку мы будем делать при помощи механической дрели. Это вот такие вот интересные штуки, которые, если активировать, начнут вот так вот делать. И если ты на них встанешь, то они будут наносить тебе урон. Поэтому мы это всё сейчас очень красиво оформим. Я думаю... Точно, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, как мы это оформим с вами. Мы сделаем здесь типа вот такую вот небольшую пещерку. О, да-да-да-да-да, это будет круто. Ну, я сейчас просто на рандом вот так вот делаю, чтобы показать вам. Ставим здесь, например, сундук с ловушкой, на котором будет табличка «Бесплатные алмазы». Ну, вот так вот, бесплатные алмазы. Открывая, у нас пропадёт пол. Под ним у нас будет как раз-таки вот эта вот вся механическая дрель. О, это будет круто. Это будет восхитительно. Это будет гениально. Я буду в восторге просто, когда это буду делать. Так, есть у меня одна идея ловушка, ребятки. Она максимально простая, и попасться в неё может, ну, только полнейший идиот. Возьмём ещё саженцы дуба, возьмём костную муку. Всё это красивенько здесь вот так вот расставим. Ну, и получается теперь приблизительно 8 минут будем ждать, когда у нас вырастут деревья. А вы чё думали? Вы думали костные камни для этого? Нет, это ж читерство. Зачем нам читерить? Мы не читерим. Мы здесь, наоборот, против читерства. Хе-хе-хе. Поэтому это, ждём. Осталось совершенно немного. Но смотрите, в чём суть этой ловушки. Мы встаем сюда и... Вы этого не видели. И хоба! Она нас запирает, ребятки. И всё, мы отсюда никак не можем выбраться. Ну, точнее как, можем прыгнуть. И в этот момент мы можем выбраться отсюда. А, давай, давай. О, вот так вот. Но сейчас мы с вами, ребятки, эту проблему устраним. Вуу, все деревья выросли, невероятно. Итак, друзья, чтобы вас не томить, я вам покажу самое-самое-самое интересное, что вообще я тут сделал. Я заменил вот этот вот блок... Горячая штучка, мне нравится мне это. Хе-хе. Я заменил вот этот вот блок на алмаз. И я сделал так. Я же вспомнил, что в этом моде есть вот такие вот редстоуны-компараторы, которые работают прямо за расстояние. То есть, если, например, мы сломаем этот алмазный блок, у нас наблюдатель поймет, что у нас алмазного блока нет, редстоун-сигнал передастся отсюда, вот сюда вот, у нас активируется наш двигатель, который привязан к длинному поршню. Да-да-да-да-да, тут есть липкий механический поршень с удлинителем, который приклеен ко всей вот этой вот платформе. И, соответственно, Гречин упадет у нас сюда, а дальше... Хе-хе-хе-хе-хе, ну вы поняли, ну вы поняли. Короче, это очень круто, это очень крутая ловушка получается. Я думаю, то, что Гречин тоже удивится. Я надеюсь, что я выиграю все-таки, потому что ловушки очень крутые. Я пока что не знаю, что там приготовил Гречин, но мне уже не терпится посмотреть на то, что он приготовил мне. Такс, 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 такс. Ребятки, у меня была идея здесь наставить, ну, поставить под углом рельсину и на нее наставить кучу вагонеток с динамитом, но слишком велика цена ошибки. Сейчас одна, один раз я поставлю что-то не так, и оно разнесет здесь всю карту, это будет мега большой взрыв. Так что поставим по-скучному и сделаем так, как я хотел изначально. Просто поставим вот сюда лаву, вот таким вот образом. Уберем отсюда факелы. И, по сути, да, сейчас я вам расскажу, как эта штука будет работать. Опа, все, таймер Гречин. Ай, ребен, батон, подожди. Да что ты пугаешься постоянно? Страшно вообще-то, я тут подписчикам как раз рассказывал, как все работает. Но, ладно, иди ко мне, я тебе расскажу. А, нет, сначала ты все проверишь, покажешь, посмотришь, узнаешь, а потом я тебе покажу. В смысле, что проверю? Я что проверю? Что расскажу? В ловушку, в ловушку. Так, стоп, так. Ты что построил? Это же самая стандартная ловушка в Майнкрафте. Самая нубская Гречин. Слушай, ты думаешь, я тебя недооценил? А что ты плиту поменял? Забирай. А-а-а, все, я понял. То есть алмазики, да? Так ты же понимаешь то, что я просто сломаю железную дверь и уйду? Так ты в выживание перейди. Так я перешел в выживание как раз. Так ты ее ломать будешь, 3 миллиона лет. Давай, заходи. Ладно, хорошо. Ты что сделал? Нет, отстаньте, отстаньте. Что? Подожди, подожди, что? Оно сработало лучше, чем я думал. Подожди, что? Стоп, 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 стоп. Да дай мне, да дай мне, да дай мне. Так, господи. Я тебя два раза даже убил. Подожди. Так, а там можно было выбраться у тебя? Нет. Как-то нельзя было, вот же. Вот, выход. Да, да, да. А дальше была лава. А, кстати говоря, вот здесь вот можно было заабьюзить, смотри. Блин, вот не подумал, не подумал, правда не подумал. А еще я мог потом алмазные блоки вот так поставить, все, и выбраться отсюда. Да ядрен батон. Ну, слушай, сработало, но явно лучше. Я вообще изначально хотел снизу построить розу ветров. Ну, ты знаешь, что такое роза ветров? Да, 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 роза ветров, да. Да, поставить кучу вагонеток с динамитом друг на друга. Потом бы ты упал, затриггерил одно, они бы все здесь взорвали. Но потом я подумал, что я сам могу туда случайно упасть, затриггерить их и взорвать все до того, как ты придешь. Хорошо. Мне понравилось. Мне понравилось. Знаешь, в чем была суть? Вот тут вот стоял песок, а под ним стоял блок динамита, который ты затриггерил, нажав на нажимную плиту. Все, да, теперь я понял, да. И он поплыл за тобой, я честно об этом даже не подумал. Я думал, ты просто вниз провалишься. Да, это было забавно, потому что я начинаю убегать от этого тяните, а он до сих пор идет за мной. Это было круто. Ну ладно, окей, кричит, прежде чем ты увидишь мою ловушку, иди сюда, иди сюда, иди сюда. А глаза закрывать надо? Да, не, не, не надо, не надо. А, хорошо, хорошо. Смотри, представь, что мы с тобой выживаем в Майнкрафте, я куда-то отошел, а ты, как самый настоящий верный друг, нашел кое-что и не рассказал мне об этом, понял? Я нашел алмазы. Не, не, как настоящий друг ты не должен говорить. А, фиксай, я не находил алмазы. Все, супер, иди давай, вот туда вот в лес иди, удачи. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-тун-чим-чим-чим-чим-чим-чим, я иду, я гуляю. Халява, бесплатно платить не надо. Я это дело ломаю, бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом, и тут наблюдатель. вот кто тебя просил я вижу халяву фиксать ты не видишь что здесь халява отвернись да что это подожди а что это за штуки это маленькие сверла которую хотят от сверлить у меня мои ноги да 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 это механическая дрель самая настоящая а еще ты заметил что когда ты стоял на этой штуке пол под тобой не сразу же открылся через время только понял это чтобы я не успел никак выбраться или отреагирует или да 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 чтоб ты думал что все спокойно чтобы все 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 было чудесно я правда подумал то что я просто в коробку падаю я даже не подумал сразу начать выбираться подожди так я знаю как твою ловушку засками и как же давай расскажи хоп 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 сломаешь за меня вот я ломаю ставлю вот так вот и все бой и все я застрял и последний четвертый бонусный раунд не только для тебя греча ну и для всех подписчиков потому что это будет очень забавно ты прям умеешь интриговать мой дорогой друг что это будет на самом деле это могло выпасть в любой момент потому что я не знаю почему это не выпало но выпадает она прямо сейчас раз два три и это шай шай лушай ты не знаю тыammu шай совсем добренькое и и шай лушка и эй шай лучше Dayd ты знаешь у меня даже глаза дергаться пофиг сайт и чё ты фиг на что ли будет верю вела вилай ту 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 туah ту 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 Attakahbia aman Давай сделаем вид, что мы с тобой не знакомы Я в шоке, ребята, я просто в шоке с него Ладно, просто загугли в интернете Это нам нужно с тобой построить за 10 минут Готов, поехали, раз, два, три Время, пошло Но строить мы ничего не будем, потому что Я кое-что заготовил для того, чтобы затроллить Гречина Чтобы он полностью офигел У меня есть уже готовая постройка Самого Шайлу Шая И вы её сейчас увидите на счёт три Раз, два, три Обалдеть, подождите, стоп, стоп, стоп Обалдеть Так, я понял, я, кажись, понял Почти идеально, почти идеально В теории это чем-то похоже, ну, так Отдалённо, конечно же Всё, идеально, просто идеально Так, стоп, стоп, пока Гречи не увидел Нам нужно срочно кое-что сделать Тихо, 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 тихо Пока он это не увидел, пока он это не увидел Потому что Шайлу Ша получился слишком огромный Всё, супер, теперь он точно не заподозрит И не увидит то, что у нас здесь такой Гигантский, огромный Шайлу Шай Ребята, офигеть Я даже подумать не мог, что он будет настолько красивым Я обещал, я сделал Это реально Шайлу Шай Только я знаете, что сделаю? Наверное, шапку ему в красный покрашу Хотя, хотя нет, пускай будет с такой С красной, конечно, интереснее, но Но, 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 но У нас уникальный Шайлу Шай с белой шапкой Я закончил Я закончил, дорогие друзья Дорогие леди и джентльмены А теперь встречайте Настоящий Шайлу Шайл Три, два, один Всё, Гречин, время вышло О, замечательно Я как раз закончил фиксай Привет Отлично Ну что ж, ты построил своего Шайлу Шая? Да, он такой синенький У него нос смешной На всем была такая Окей, хорошо Я залетаю к тебе тогда Спиной О, ещё не вижу его Ииии Что не так? Что не так? Ну вообще, ну вообще, ну хорошо Ну прям, ну передал всю его структуру Вот как он идёт сюда вперёд Я говорю, это настоящий Шайлу Шай У него красная шапка, белые штаны и синее тело В чём проблемы? Ну вообще, у него белая шапка изначально Но красная смешнее, конечно, выглядит, да Я тоже хотел красную сделать, но не решился делать красную Ну у смурфиков же красные были Ну да, да, да Хорошо Хорошо Неплохо И носик у него такой, типа, забавный А где его пупок, вот этот красный? Не поместился Не поместился? Да ладно Ладно, неплохо Слушай, я не знаю, понравится ли тебе моя постройка Я очень старался, честно Я... Ну я думаю, ты вряд ли меня переплюнуть смог Давай посмотрим, что ты пос... Эй, Шайлу Шай Шайлу Шай Шайлу Шай We live We love We die Фиксай. А? Я никогда не буду с тобой больше ни во что играть. Ну что, пока, Грешин, офигевает. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. А для вас осталось фиксать, а также Грешин, Грешин, не бей меня, пожалуйста, ладно? Я тебя съем. И всем удачи, до скорой встречи, пока в следующем ролике. Пока!